И снова здравствуйте! 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения» и продолжается моя вахта в эфире. Я Анна Лапшина вас приветствую еще раз и приветствую гостью нашей студии Елену Урмадскую, руководителя интернет-портала Киров.ру и заместителя председателя Союза журналистов Кировской области. Лена, здравствуй! Добрый день! Добрый день всем! Ну, наверное, с журналистики мы и начнем. Я видела тебя в числе участников возобновленного дискуссионного клуба «Вечерний», заседание которого состоялось во вторник, обсуждали фейковые новости. Но я так понимаю, что, наверное, не это такой информационный повод, а главное то, что в Кирове возобновляет свою работу площадка, дискуссионная площадка, где можно обсуждать какие-то горячие темы. Это не обязательно темы, которые интересны только журналистам. Абсолютно правильно. Основной новостной посыл в этом не фейк-ньюс, как заданная тема дискуссии, а то, что дискуссионный клуб «Вечерний» возобновил свою работу. Мы пытались вспомнить, когда последний раз проходило заседание этого клуба, вспомнили только предвыборный период, когда губернаторская у нас была гонка. Еще Никиту Вилых выбирали. 15-й год? Нет, нет, нет. Игорь Владимирович Васильев. А, Василий его уже выбирали. Это было, по-моему, в августе 2017 года, полгода назад. Но до этого он тоже очень давно не проходил. И, честно говоря, это было заметно вот на нашем последнем заседании, которое было позавчера. Мне кажется, люди разучились... Говорить? Дискуссировать. Спорить? Спорить, высказывать открыто свое мнение. Потому что в то время, когда клуб работал регулярно, примерно раз в месяц различные темы на обсуждение выдвигались, как-то больше точек зрения звучало. Но, может быть, это и тема такая фейк-ньюс, такая узкоспециализированная. Больше она касается, наверное, журналистского сообщества. Хотя тут тоже не соглашусь. Она касается, по большому счету, каждого. Не, но касается потребителей, конечно, этих самых ньюс, новостей. То есть люди должны понимать, разбираться, чему можно верить, чему нельзя верить. Какие вещи можно репостить в социальных сетях, а какие лучше не надо. И внимания, на которые можно не обращать. И на которые можно не обращать. Понятно. Да. И, в общем-то, я хочу сказать, что я очень рада тому, что клуб возобновил деятельность. Очень хотелось бы пожелать терпения и фантазии по темам основателю клуба «Вечерний» Николаю Анатольевичу Пиксину. Но с удовольствием будем приходить на разные заседания. В городе должна быть такая площадка. Это мое глубокое убеждение. А Союз журналистов Кировской области, он каким-то образом, может быть, будет участвовать в качестве людей, которые темы предлагают какие-то? Потому что журналисты – это люди, которые всегда в информационном поле. Они понимают, что важно, что не важно сейчас. На самом деле мы не обсуждали это направление Союза журналистов как вид нашей деятельности. Но почему нет? Я думаю, что не только Союз журналистов может тему предложить. Любой человек. Любой человек, да. Николай Анатольевич Пиктин открыт в соцсетях в том числе. Поэтому я тут не вижу никаких заминок. Ну, в общем, будем надеяться на то, что эта площадка действительно будет работать регулярно. Николай Пиктин обещал, что в феврале, по-моему, даже второе заседание состоится. И народ все-таки начнет поживее как-то себя вести. Потому что, конечно, последние год-два этого очень не хватает. Хотя, хотя, есть темы, которые вызывают живое обсуждение. Они, конечно, больше рассматриваются, обсуждаются в социальных сетях и, наверное, в рамках журналистского сообщества. Но касаются, тем не менее, всех. Я бы хотела тебя тоже спросить. Мы с Николаем Пихтиным об этом разговаривали. По истории, которая на улице с Паской случилась. То есть, это вот тема с парковками, тема с уборкой снега в городе Кирове зимой. Она всегда очень актуальна. Мы все берем. И вот на улице с Паской наши коллеги опубликовали фотографию машины запаркованной на пешеходной части. И никого совершенно это не волнует. Ни ГАИ не приезжает, их не убирает. Ни владельцы, в общем, особо не парятся. А я тут как-то ездила в ТЮС, отвозила сумку с костюмами. Я побоялась ехать вниз к ним, к служебному входу. Думаю, на Московскую не выберусь по скользкой дороге, а на Спаску. И как же я поеду? Там же пешеходная улица. Ну, если мое мнение, ты хочешь... Конечно, это особое мнение, да. Но вообще это выпивающее безобразие, на самом деле, оставлять машины в пешеходной части. И это же незаконно. А почему ГАИ-то не реагирует? Ну, насколько я знаю, Николай Пиксин написал в ГИБДД... Обращение. Обращение, да. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я возмущена. Да мы все возмущены. Как кировчанка. Потому что там, в том числе, гуляют и мои дети. Если предусмотри на парковочное место, оставляй свою машину. Но на пешеходной части, именно на пешеходной улице. Ну, это недопустимо, на мой взгляд. Нет, ну вот смотри, в социальных сетях обсуждалось следующее. Были как возмущенные этим фактом, так и люди, которые писали. Извините, пожалуйста, если вы не делаете в центре города парковки, если вы не заботитесь созданием каких-то парковочных мест в достаточно большом количестве, как вообще можно предъявлять какие-то претензии? Ну, то есть это вот уже в адрес городских властей. Ну, вот по парковочным местам, на самом деле, ситуация действительно очень острая в городе. Я также автомобилист, у меня есть машина, и не понаслышке знаю, что такое припарковать в центре города. И знаешь, Аня, тут вообще можно о разных вещах поговорить. Во-первых, это парковочные места около общественно значимых каких-то мест. У нас построено, пример, вот буквально позавчерашний, у нас построено новое здание налоговой инспекции на Комсомольской. О, это больная тема для меня, потому что у меня рядом дом. Ни одного парковочного места не создано. Ни одного. Мы парковали свой автомобиль, когда приехали за документами нужными, около Дома культуры железнодорожников. Вот такая же точная история. Там битком забито. Потом, парковки во дворах. Тоже интересная тема. Я живу в большом сталинском доме с второй половины прошлого века постройки. Понятно, что там не предусмотрено парковок для такого количества автомобилей, которые сейчас вообще существуют. Двор небольшой? Ну да, да. Но тебе еще повезло, ты живешь не в 25-этажном доме, понимаешь? У нас тоже большой дом, очень многоквартирный. И когда мы только переехали в него, был вопрос вообще попадания на территорию. И первое время... Шлагбаум был, да? Нет, дело вообще не в шлагбауме, а дело в том, что места закреплены за определенными квартиросъемщиками, и мы свой автомобиль оставляли напротив, на проезжей части у торгового центра. Не во дворе, а во двор мы попасть просто не могли. Потому что некуда было. Конечно. А сейчас, в общем-то, жизнь только добавляет автомобилей в наш город. Но, вот смотрите, я тут что обнаружила. На сайте Минстроя 1 июля, по-моему, 18-го года, если я не ошибаюсь, была опубликована рекомендация, обязательная к исполнению. При строительстве новых многоквартирных домов, да и не многоквартирных, любых, предусматривать строительство парковочных мест. Причем количество парковочных мест должно соответствовать количеству квартир. Но можно делать отступление в разлете 30%, плюс-минус 30%. Грубо говоря, если дом 100-квартирный, то допускается либо 70 парковочных мест, либо 130. Я что вижу хорошего, в общем-то, в этой ситуации, помимо только того, что удобно будет тем, кто покупает квартиры в таком новом доме. Это точно, абсолютно предусматривает строительство новых домов. Домов где-то по периметру города. Уже можем говорить о частной, о точечной застройке, особенно в исторической части, как о вчерашнем дне. Потому что там такого количества парковочных мест можно, ну, просто не найти места, наверное. Либо парковка подземная, там, пятиярусная какая-то должна быть вглубь. Ну, у нас не строят такие. У нас в центре очень плотно коммуникации подземная. А если у нас замечательно будет строиться такой жилой сектор по периметру города, то в любом направлении, которое сейчас предусмотрено, это мало того, что парковка. Есть кран на жилой дом соседний, не упадет, город развивается уже благодаря какому-то современному генеральному плану и так далее. А не как сейчас, когда у нас прям все вперемешку. Тут и старинное здание, внутри квартала какая-то многоэтажка там безумная, и не то, что машину некуда поставить, детям негде поиграть. Ну, и так далее. Елена Румацкая, руководитель интернет-портала Киров.ру, в нашей студии высказывает свое особое мнение. Сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир, и про парковки еще договорим. Хорошо. Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, в нашей студии Елена Румацкая, руководитель интернет-портала Киров.ру, заместитель председателя Кировского отделения Союза журналистов. Вот, про парковки. Я согласна с тобой полностью. Это хорошая идея, наверное, да? И вот Илья Шульгин, новый глава администрации, тоже сказал, что в Кирове будут выдавать разрешение на строительство, только если количество квартир в доме будет соответствовать числу парковочных мест. Но есть одна такая довольно лукавая вещь, о которой написал Игорь Багин. Сообщество «Красивые движения», «Красивый Киров», «Велосипедизация» и прочее. Игорь пишет о том, что, да, действительно, построить большой дом с большим количеством парковочных мест возможно только за городом. Ну, вот условно, там, да, где-то на окраине города, где-то на пустыре, где-то, вот, где есть место, которое разрешает это сделать, да? Люди, которые будут там жить, учитывая, как работает наш общественный транспорт, вот, что ходит он у нас не всегда регулярно и не всегда допоздна, скорее всего, будут обзаводиться автомобилем. Возможно, это будет не одна машина на семью, там, да, а две. Количество парковочных мест, такого количества машин не предусматривает. На одно место две машины не поставишь. Вот, и все эти машины будут выезжать в город. И трафик на улицах будет еще более интенсивный, чем сейчас. И пробок будет больше. И проблем с парковкой в центре города возле общественно значимых зданий тоже будет больше. Ну, я поняла мысль Игоря. На самом деле, да, такое возможно. Так. Ну, что можно сказать? Да, такое возможно. Но это на самом деле возможно и не только потому, что дома большие будут строиться по периметру города. Количество автомобилей увеличивается каждый день, собственно, каждый год. Тут надо немножко по-другому, наверное, смотреть. Я не вижу зла в вопросе соответствия количества парковочных мест, количества квартир. Идея хорошая. Идея замечательная. Во-первых. Ну, на мой взгляд. Это моя позиция. А во-вторых, Минстрой уже опубликовал эти рекомендации. Сейчас невозможно будет отступать от них. И как бы мы сейчас к этому ни относились, хорошо ли, плохо ли, их нужно будет, собственно, воплощать в жизнь. Лена, а давай помечтаем. Вот смотри, может быть, когда-нибудь Киров всё-таки доживёт до тех времён, когда начнёт действовать, ну, более-менее грамотно, так, как сделали в своё время в Москве, да, люди, которые едут на своих машинах до ближайшей станции метро, оставляют машину на какой-то перехватывающей парковке. Мне кажется, в Кирове тоже ведь можно такое сделать. Это очень хорошая идея. Есть площади, которые можно использовать, да, оставляешь там автомобиль, дальше пересаживаешься на общественный транспорт. Это очень хорошая идея, Ань. Это, ну, прям в идеале было бы здорово. Тем более, знаешь, вот сейчас центральная диспетчерская служба в Кирове с сервисом как раз по расписанию общественного транспорта, по карте движения транспорта. То, что можно посмотреть в интернете, всё, на смартфоне можно узнать, где твой автобус. Да, да, она вот прям тут очень даже удобно нам предусмотрела сейчас технические-то возможности. То есть я спокойненько на машинке куда-то паркуюсь, смотрю через какое время придёт мой маршрут, пересаживаюсь и доезжаю до нужной мне остановки. Я за такую жизнь в городе, замечательно. Ну, вот я просто хотела про общественный транспорт добавить. История, которой занимались вы, ваше издание опубликовало, по-моему, накануне это было, если я понимаю, да. Довольно забавно вы получили письмо от вашего читателя. То есть человек поехал в Нововятск. Это к вопросу, да, о домах, расположенных на окраинах города, да, в отдалённых районах. Человек поехал в Нововятск, сел в автобус полупустой, заплатил за билет. Через некоторое время его высадили и пересадили в другой автобус, уже такой поднабитенький. А ещё через пару остановок в этот же автобус запустили ещё человек 15 из ещё одного автобуса. То есть это так люди бензин экономят, они что, перевозчики разных маршрутов между собой договариваются? Знаешь, тут надо обязательно уточнить, что билет каждый раз пробивать новый не надо было. Да, он по одному билету. Да, по одному и тому же билету. На самом деле, к нам в редакцию Кирафру часто поступают такие забавные звонки, рассказывают различные совершенно истории. Эта история совершенно свежая. Вот она прям буквально... Позавчерашняя. Позавчерашняя. У нас ей занимается главный редактор Александр Петелин. Телефон редакции 42-46-17. Вы можете с Александром пообщаться, потому что я вот сейчас не в курсе развития событий, но мы на портале обязательно опубликуем. Мы отправили запрос, собственно, в ЦДС по этой ситуации. Если это не в их компетенции, то там, наверное, Александр, наш главный редактор, отправил ещё куда-то. Но забавная история, на самом деле. Посмотри, как люди кооперируются. На самом деле, мы в редакции, обсуждая эту забавную историю, разные версии выдвигали, зачем это может вообще быть. Не, ну может, конечно, случиться так, что два автобуса на одном маршруте сломались одновременно, и третий всех увёз. Это возмутительно. Вот я, например, как мамочка двух детей, хорошо, что они у меня уже большие. Вспоминаю те времена, когда я ездила в автобусах с маленькими колясками, санками, одного на руках, другого за руку. А если в такую ситуацию попадает мама, или беременная женщина, или инвалид, вот эти вот пересаживания... Кто-то просто с тяжёлыми сумками едет, бывает и такое. Бывает и такое. Пересаживания какие-то, ну, я не могу понять, что такое вдруг случилось, и ещё, надо же, не один такой случай, там можно допустить, что автобус сломался. А ещё и потом ещё из одного пересадили. Ну, в общем, такая какая-то, да, интересная история. Читайте на портале Кира Фру, уже не этой истории. Вы за ней будете следить, я надеюсь, и посмотрим, что было, потому что, ну, вот, ну, молодцы, что скажешь. Предприимчивости перевозчиков можно, конечно, только позавидовать. Но, может быть, это и объяснимо. Действительно. Подождём развитие ситуации. Ну, может такое быть, да, два автобуса сломалось одновременно, треки всех забрал. Ехал мимо как раз вовремя, да? Бывает разное. Бывает такое, к сожалению, или к счастью, уж я не знаю. Елена Румацкая, руководитель портала Кира Фру. В нашей студии мы продолжаем говорить о городских темах. Лен, вот хотелось бы всё-таки достаточно громкую такую тему затронуть. Она обсуждается и в нашей студии, и в городе, в разных форматах совершенно уже там на протяжении двух лет, если мне память не изменяет. Это строительство нового полигона в Кирове. Полигона в Осенцах ударяют по-разному там, да, в том числе официальные лица, этот населённый пункт. Две недели назад была создана группа, очередная рабочая по контролю, группа общественников, которая будет следить за документацией, насколько понимаю, им уже ИСАХ что-то там показывали, каким образом это всё будет строиться и прочее. Но, тем не менее, вот не утихают звонки и в нашу студию, в том числе. Любой эфир, связанный с полигоном в Осенцах, звонят люди. Говорят, всё плохо, нас всех отравят, мы все умрём, вы не понимаете, что здесь будет через 70 лет. И никакие там вот разговоры о создании контролирующего некого органа, они не вызывают их доверия, потому что они говорят, ну вот их обманут, или они сами обманутся. Вот ты что думаешь по этому поводу? Вот польза будет от группы? Ну вот знаешь, Ань, к нам ведь тоже в редакцию по этой теме звонят, и у нас журналист Владимир Колобоков был на пресс-конференции, посвящённой вот этой теме. Очень горячая история. Вы знаешь, я на самом деле редко так заостряю, вот тут прямо я заостряю, реально горячая история. Моё мнение личное, не как заместитель председателя Союза журналистов, не как руководитель даже портала Киров.ру, вот лично моё. Как жители Кирова? Как жители Кирова, как гражданина. Я очень понимаю позицию САХ. Они ведь на самом деле стараются. Из города вообще-то отходы вывозить нужно, и сейчас нужно строить новый полигон, и прямо именно сейчас его нужно строить, потому что потом будет поздно. Такая необходимость для города настроила. Ты не представляешь, насколько я понимаю жителей. Сама оказывалась в различных ситуациях, когда меня не слышат, как кировчанку, когда моё мнение неинтересно, никому не нужно, и складывается впечатление, что я вообще тут, собственно, вот чего живут какая-то страна, в которой беспредел, на меня не обращают внимания. Так вот, я этих жителей понимаю. Я понимаю САХ. Я не понимаю, знаешь, кого? Я не понимаю депутата законодательного собрания, который избран по этому округу. Причём не по спискам, а домодатно. Его избирало это население. Я не вижу работы. Про Рома Титова? Это Титов Роман Альбертович. Причём, ты знаешь... Не, ну подожди. Вот я вот хотела бы ещё продолжить. Вообще в журналистских кругах ведь эта вся ситуация обсуждается. И есть мнение, оно существует, что со стороны депутата определённая недоработка, я уж не знаю там в силу каких обстоятельств, почему депутат от этого не делает. Тут только догадываться можно о причинах. Если бы у меня был такой депутат, я бы отправила его, собственно, в импичмент. Честно. Ситуация ведь накалилась. Мы знаем с вами, что экологическая экспертиза проведена. Да, и что ведь на самом деле там большая работа по безопасности и по долгосрочности этого проекта. И вроде бы жителям-то не надо бы волноваться. Но с ними никто не поговорил давно. Понимаешь, вот вся история обострилась из-за того, что они почувствовали себя обособленно, одиноко. Они единственные в поле воины сейчас. Вот, я так это вижу в ситуации. Это недоработка именно с населением. Не, ну подожди, я тут Романа должна защитить, тем более, насколько я знаю, он сейчас болеет и позвонить даже нам не может, потому что без голоса. Вот, Роман приходит в эту студию, мы этот вопрос поднимаем, и он старается объяснять, что происходит. Это недостаточно. Возможно, где-то была, да, недоработка в плане личных встреч, но и это тоже происходит, насколько я знаю. Сейчас, понимаешь, это происходит. А ты имеешь в виду самые ранние? Конечно, конечно, конечно. Тем более, Роман является заместителем руководителя законодательного собрания. У него огромная полномочия. Я думаю, что он сейчас, если по полной программе включится в эту историю, действительно захочет решить этот вопрос. Это в его силах. Но на сегодня я скажу, что журналистское сообщество сомневается в том, как происходит депутатская деятельность именно на этом участке. Именно благодаря вот этой вот ситуации. Ну, ладно, мы внимание Романа привлечем к этой теме. Обязательно. Депутат должен защищать своих избирателей. Ну, тут, понимаешь, сложно сказать. Мы сами не можем пока разобраться, кто из людей, условно говоря, что-то не понял. А кто-то, вот, есть же люди, которые вот нет и все, не хочу. Возможно, и разные. Есть такие, до кого, как бы, объясняй, не объясняй, может быть, и не достучишься, да? Хорошо. Тема осенцев. Осенцев держим на контроле. Вот, об общественном мнении. Чуть-чуть буквально я бы хотела попросить, чтобы ты мне сказала. Значит, ситуация такая. Насколько я понимаю, ваш портал сегодня практически, значит, выложил новость о том, что 166 миллионов рублей средств поступят на ремонт учреждений культуры и образования в Кировской области. Но об этом уже говорилось, да? Это сегодня озвучилось, насколько я понимаю, на пресс-конференции зампреда Дмитрия Курдемова. Вот, ну, эти учреждения мы называли. В Кирове речь идёт о лесопромышленном колледже, где будут ремонтировать фасады, насколько я помню, даже общежития колледжа, дистанционном центре образования и авиационным техникумом. По авиационному техникуму тема была выброшена в публичное поле неделю-две назад, когда появилась в социальных сетях картинка, как этот колледж после ремонта будет выглядеть. То есть вот то старое издание на Октябрьском проспекте, такого охрененно-жёлтого цвета, пусть и ободранное, хотели обложить с плиткой, керамогранитом в таких серо-синих тонах. Антон Касанов возбудился, естественно, сказал, что это совершенно испортит облик того квартала, старинного, исторического уже. И сегодня, насколько я понимаю, Дмитрий Курдюнов заявил о том, что вроде как что-то меняется. — Да, ну вообще, на самом деле, новость очень положительная. — Ну да, то есть к общественному мнению всё-таки прислушались. — Да, да, вот это особенно радует, знаешь, когда слышат общественное мнение, здорово. — Говорят, что будет изменён, но, по крайней мере, видимо, цвет собирается поменять. — Да, у нас ходила журналистка на пресс-конференцию, я как раз направлялась к вам в редакцию. — По горячим следам прямо. — По горячим следам, я поэтому не знаю подробностей этой пресс-конференции. Конечно, ну, замечательно. Там, по-моему, вообще идёт речь о восьми объектах культурных, которые будут... — На территории области. — На территории области, да. Там в Советске, Лицей, в Верхнекамском районе, по-моему, в Рудничном. Вот сейчас... — Какой-то объект. — Какой-то объект. Ну, такие вот, в общем, известные, потому что Лицей и Советский, он же очень такой славится, и высокими баллами ЕГЭ, и истории своей. Ну, то есть, это очень хорошо. — Ну да, это прекрасно, замечательно, что деньги выделил нам президентский фонд. Но вот тут в этой истории хорошо ещё и то. Мы все понимаем, что надо экономить. Мы все понимаем, как рассчитывались эти сметы, да, наверное, пытались найти какой-то вариант оптимальный. И по деньгам, и по качеству, скажем, выполненных работ. Но тот факт, что вроде к людям как прислушались, это тоже не может не радоваться. — Да, 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 абсолютно точно. — Да, по горячим следам. Но, собственно, вот сегодня подробности должны появиться в новостях и у вас, и у нас. Елена Урмаская, руководитель интернет-портала Киров. У нас в гостях в особом мнении. Мы сделаем небольшую паузу, вернёмся. Елена Урмаская, руководитель интернет-портала Киров.ру, заместитель и председатель Кировского отделения Союза журналистов. Не знаю, наверное, не очень правильно называю, но нет, Союз журналистов Кировской области. Всё верно. — Верно. — Всё верно. Боюсь, всё время ошибиться в формулировках в нашей студии. Мы продолжаем обсуждать. Вот тема такая тоже, довольно близкая журналистам, тема Олимпиады. Олимпиады стартуют на этой неделе, 9-го числа, насколько я понимаю. Наши спортсмены сначала ехали, потом не ехали, потом были громкие крики, что не надо нашим спортсменам туда ехать, но всё-таки едут. И в минувшую субботу в Кирове прошла акция, и по всей России тоже, в поддержку наших олимпийцев. И вот я тебя, как руководителя СМИ, хотела спросить, вот тебе не кажется нелогичным и странным поведение государства даже вот в этой ситуации? То есть сначала мы два месяца нагнетаем обстановку, во всех телевизионных шоу спортсмены чуть ли не к предателям приравниваются, что вот как это они поедут? Значит, нас вот так, а нас ноги вытерли, значит, сказали, что наши известные спортсмены не могут поехать из-за каких-то нелепых обвинений, а мы сейчас туда поедем. А потом раз, и организуют общероссийскую акцию в поддержку олимпийцев. Ну вот зачем это всё? Ну, знаешь, я, наверное, вот с чего начну ответ свой? Давай. Вообще Олимпиада — это праздник. Конечно. Очень большой. И это вообще спорт очень высоких достижений. Я знаю не понаслышке, потому что двоюродный брат моей мамы, мой дядя очень любимый, вообще мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике и принимал участие в Олимпийских играх в Сеуле. Я своими глазами... Он родился в Кирове когда-то в 61-м году, там в первом утродоме, но потом в другом городе уже жил и тренировался. Я своими глазами видела, что такое тренировки будущих олимпийских чемпионов, насколько это на пределе вообще человеческих возможностей, как высоко дисциплинированы эти люди и что значит достичь каких-либо результатов вот в этих просто серьезнейших соревнованиях, таких как Олимпиада. Это даже ведь важнее, чем чем чемпионаты мира, например. Поэтому я понимаю олимпийцев, и мне тревожно за их, в том числе психологическое состояние, в спорте победу одерживает тот, кто не волнуется, а твердо уверен в своей победе, в своем высочайшем результате. Конечно, вся эта история допустят, не допустят, поедут, не поедут, в какой форме, с каким флагом. Это выбивает из колеи. Никто ведь не был, собственно, застрахован. Представляешь, у кого-то это последняя Олимпиада, по возрасту, у кого-то что-то. И на самом деле олимпийцы, те, кто выступают, что в командных, что в одиночных, за свою страну, они патриоты. Патриоты, потому что гордо нести флаг своей страны и стоять на первом месте пьедестала, подсчета, когда вырвал сотую долю, какую-нибудь секунду. Я поэтому не сказала бы, что предатель или непредатель, это вообще как-то... Такой вопрос даже не ставится. Да, в моей голове это не укладывается. Я могу сказать, что я сама Олимпиаду смотреть буду обязательно. Я всегда смотрю и зимние, и летние. Не все виды спорта, но обязательно буду. И я буду болеть за наших, именно за российских спортсменов, в какой бы форме они не выступали. Ну, нейтральный, так нейтральный. А вот то, что касается позиции государства, тут сложно мне говорить. Я не... Вот первый этап, который ты говоришь, где предателями... Я его пропустила, видимо. Потому что... Это тебе повезло. В моем сознании этого нет. Там настолько была агрессия большая, что вот это просто выбивало. Вот я от тебя сейчас этого услышала, поэтому я вот тут вообще никак прокомментировать не могу. А митинги, поддержки... Ну, вот если уж сами по себе там, митинги, поддержки, ну, это вообще-то неплохо. Пусть поддерживают. Там... Я надеюсь только, что при этом люди искренне приходят на такие мероприятия. Мы тоже наденем себя. Вот если это искреннее участие человека, да, и личная собственная позиция, это один вопрос. А если начальник приказал, ну, потому что предприятию надо отчитаться, да, это другой вопрос. Вот и все, что я могу сказать по этой ситуации. Хорошо. Еще вот маленький вопрос по Олимпиаде. Как тебе кажется тот факт, что не едут сильнейшие наши спортсмены во многих дисциплинах, да, и скорее всего мы надеемся, конечно, на лучшее, но может быть у кого-то из спортсменов не очень высокого класса будет не очень высок результат. Это снизит зрительский интерес через какое-то время. То есть вот это как с командой Родина, знаешь, вот она проигрывает, проигрывает, болельщиков все меньше и меньше на стадионе. Ну, на самом деле, смотри, мне обидно за нашу страну, потому что реально во многих видах спорта, тем более зимние виды спорта, это вообще наша Олимпиада. Мы на самом деле сильные, сильнейшие в мире. Я вот точно уверена во всех вот этих провокационных вещах, которые были против наших олимпийцев, что они направлены на, в том числе и дестабилитизацию в стране политическую какую-то, на дискредитацию России вообще в целом. Ну так. Потому что, ну что это, ну что, наши спортсмены все беспредельщики. Все против МОК, все допинга нахватались, норвежцы все отличные у нас, японцы все остальные просто безупречно. А вот россияне повально причем, всей командой. Ну это понятно. Нет, мы понимаем, конечно, что тут без политики не обошлось. Конечно. Конечно. Вот, ну поэтому по зрительскому интересно, мы посмотрим. Мне будет интересно смотреть. В общем, поддерживать надо. Надо, обязательно. Вне зависимости даже. Будут самые высокие результаты показывать или нет. А вы знаете, ведь сильнейшие спортсмены тоже ведь выросли из начинающих. Конечно. Конечно. Мы все помним, да. Они вообще и из детей даже выросли. Так что тут большой шанс для тех, кто только еще делает первые шаги в спорте, показать себя. И поддержать Россию, свою страну, ну и дать хорошие результаты. Ну и нам, болельщикам, будет приятно. Ну что ж, у нас остается, ну на самом деле не очень много времени. Лен, две темы на выбор. Либо выборы президентские, да, грядущие и подготовка к ним. Либо запрет, точнее законопроекта, запрет о продаже электронных сигарет детям, которые собираются принять наше законодательное собрание. Или не принять. Какая тебе более интересная? На самом деле сигареты это быстро, а выборы очень долго успеем ли мы вложиться по времени. Вот смотри, Аня. Ну, давай по электронным сигаретам тогда, да. Тема тоже сегодняшнего дня, собственно говоря, там и вчерашнего, да. В законодательное собрание внесен проект закона о запрете, ну он по-другому называется, продаже в Кировской области несовершеннолетним электронных сигарет, и вейпов так называемых, да, а также жидкости для них. То есть тема этой не регулируется федеральным законодательством, как я понимаю. На региональном уровне каждый субъект принимает свое решение. В Фейсбуке у Владимира Шабардина видела я эту ссылку, собственно, он и являлся инициатором. Объясняется следующим. Ну, понятно, да, то есть вот электронные сигареты это такая вещь двоякая. Кто-то говорит, что они не вредные, кто-то говорит, что, безусловно, они вредные, да, и курение, например, электронных сигарет запрещено в самолетах, да, так же, как обычных сигарет. Ну, и плюсом есть, конечно, опасение, что ребенок, там, подросток, который употребляет электронную сигарету, потому что пока разрешается вроде как, потом перейдет на обычный, будет курильщик. Вот тебе как кажется, на региональном уровне вот этот запрет будет иметь действенные какие-то последствия? И самое главное, как надо бороться с продавцами? Да, это тема, конечно. Это как с алкоголем, да? Да, да, да. Мы помним, один запрет порождает множество способов его обойти. Вот, вот, вот. Вообще, любой запретный плод сладок, это мы помним, таксиома. А вообще, Владимир Шабардин молодец, наша полномочная по праву ребенка, что вышла с такой инициативой. Если будет принят этот запрет региональным заказательным собранием, это здорово, я поддерживаю, я как мама двух детей. В общем-то, ну, мои дети там не баловались, надеюсь, там в детстве там не бегали выпить покупать в несовершеннолетнем возрасте. Но, на самом деле, это же имитаторы определенные, и они, такая, маленькая взрослая жизнь. Это благо, запрет. Запрет — это благо, в данном случае. А вот то, как контролировать выполнение этого закона, и как все-таки следить за тем, чтобы не продавали. Ну, это органы правопорядка, конечно же, должны делать. Но, я думаю, тут можно и общественность подключать, и почаще напоминать об этом. Потому что, знаешь, как бывает часто, какой-то закон примут, там, через 3-4 месяца, там, он уходит куда-то в небытие, то есть он действует, это действует, просто общественность об этом забывает. Вот контроль, это дело сложное. Ну, у нас мы помним, да, граждане еще неоднозначно относятся к каким-то вещам, когда ты сигнализируешь, скажем так, органам правопорядка, о каком-то нарушении. То есть у нас обычно как-то, вот, ну, как я буду стучать, да? То есть вот это касается и употребления пива на лавочке в парке, да? И вот, и продажи, действительно, там, каких-то запрещенных вещей, и пива, и сигарет, несовершеннолетних. Да, ну, тут уже, слушай, даже, на совесть продавца, ну, это же дети. Если это запрещено, ну, хотя сейчас вот алкоголь тоже, знаешь, нет, нет, бывают, наверное, случаи, но сейчас, наверное, меньше, первое время были, сейчас в спорта просят, а так ведь продавали с запиской папе три бутылки пива. Ну, да, да, было такое, особенно 1 января рассказывали, такое бывало. Вот, поэтому, тут только четкое соблюдение этого закона. В общем, каждому магазину, конечно, да, контролера не приставишь, я так понимаю, но, тем не менее, будем надеяться на сознательность и продавцов, и покупателей, да, взрослых, которые не пойдут с записками от ребенка, вот, купи мне дяде вот это. Да, да, да. Хороший законопроект, надеемся, что все-таки обсудят примы, да, и продумают меры реализации. Я благодарю Елену Урмадскую, руководителя интернет-портала Киров.ру, заместителя председателя союза журналистов Кировской области за эфир. Большое спасибо за приглашение на эфир. Ладно. Мы прощаемся с нашими слушателями, всем спасибо. До свидания.